Всем привет, мои дорогие! В этом видео хотел бы вам показать вот такой мини-компьютер, который я недавно купил. Это очень крутая модель за очень дешевые деньги, можно сказать. Для работы, учебы, иногда даже для игрушек каких-то, можно небольших. Все, что сейчас вы видите на своих экранах, это как бы стандартная комплектация этого мини-компьютера. Хотя здесь указано было, что этот кабель идет в подарок, значит в комплекте его обычно не должно было быть. HDMI кабель, но тем не менее я просто показал, что есть. Также в комплекте я еще получал вот такую вот штуку, не знаю, это просто уже подарок, потому что в комплекте такой штуки не было. Распаковку вы можете посмотреть в предыдущем моем видео, я тоже показывал, что конкретно там входило изначально в комплект. А какой точно стандартный комплект, я точно даже не знаю, получается, потому что этот кабель, опять же, не знаю точно, должен ли был быть. То есть в комплекте было вот такое крепление. Это крепление-подставка, которое можно, например, вот у вас мини-ПК, есть два отверстия, есть здесь два отверстия, сюда прикрутили. И вот таким образом поставили его на подставочку. И стоит он таким образом. Это очень удобно, довольно практично, можно сказать, тоже металлический корпус, кстати. Дальше блок питания. Блок питания основной такой на 12 вольт, 5 ампер. Так, я надеюсь, вам все хорошо видно. С таким вот толстым стекером 5,5. На двойной разъем без заземления на вот такую вилку. Тоже такая же была в комплекте. На нашей розетке. HDMI кабель, как я сказал, он писал, что идет в подарок, но тем не менее, было у меня в комплекте. Стандартный, около метра, типа А. Две антенки. Конечно, можно купить еще без антенок, ну точнее, там идет комплект без оперативной памяти и без встроенной памяти. Но тогда еще получается, он и без Wi-Fi тоже идет. Потому что Wi-Fi идет только, когда вы заказываете какую-то память еще дополнительно. Две антенки, которые можно прикрутить. Также вот такие вот два переходничка на SSD или SATA диски. SATA с обеих сторон, как видите. И такой для питания, опять же, тот же SATA. Этот конец можно подключать в мини-ПК. Извиняюсь. Фокусировка плохая. И такие вот винтики. Шесть винтиков маленьких и два больших. Упаковка довольно симпатичная, презентабельная. То есть не такая, как обычно, картонная идет, без всяких надписей. Здесь все указано, что это мини-компьютер. Полноценно. Вот. Сам мини-ПК. Сам мини-ПК очень тяжелый, потому что этот корпус полностью металлический. Он идет, как полноценный, полностью радиатор, который охлаждает процессор. На передней панели здесь имеется шесть USB разъемов. Два из которых версии 2.0, стандартных, обычных. И четыре из которых версии 3.0. Это высокоскоростные разъемы для более быстрого чтения передачи данных. Есть кнопочка включения-выключения питания. Также кнопочка включения-выключения. То есть она светит, когда включенный. И зеленым мигает, когда подгружает. Стандартно. Винтики можно открутить это все. На этой стороне ничего не имеется. На этой стороне есть два отверстия, чтобы перекрутить эту, собственно, подставку. На задней стороне имеется несколько тоже разъемов. Опять же, давайте антенки прикрутим. Два из них под антенки. Можно регулировать тоже в разные стороны. Антенки хорошего качества. Wi-Fi здесь просто шикарный. Опять же, сейчас покажу на компьютере. Два отверстия-то под вентиляцией над антенками. Разъем SPDK. Это под аудиоколонки, к примеру. Какую-то акустику. Микрофоны подключать. Лан-разъем для подключения тренд-кабеля напрямую от провайдера. Разъем HDMI для подключения к телевизору или к монитору. Смотря куда вы подключаете. Также разъем VGA. Опять же, тоже можно подключать к тому же монитору. То есть можно подключать два монитора одновременно. Один через цифровой, другой через аналоговый разъем. И разъем под питание для блока питания. Который идет в комплекте. Так, на передней все мы смотрели. На задней стороне, точнее на нижней стороне. Есть такая вентиляция. Большие отверстия для вентиляции. Четыре резиновые ножички. Очень высокие. Есть отверстия для того, чтобы нужно было прикрутить, к примеру, SSD. Или, к примеру, 2.5 жесткий диск тоже можно прикрутить к внутренней стороне или внешней стороне. И также есть еще такие небольшие маленькие отверстия для того, чтобы можно было прикрутить, к примеру, кулер какой-нибудь, вентилятор. Если, к примеру, вы посчитаете, что у вас что-то будет перегреваться, например, жесткий диск. Потому что сам компьютер здесь довольно холодный. Я здесь крышку снимал в прошлом видео, в принципе. Я еще пока не прикрутил. Могу сейчас показать. Вот, снял я крышечку. SSD-шка сюда помещается. Только SSD-шка. Потому что если поставить что-то побольше, то будет уже мешать чуть-чуть комплектующим в компьютере. Но можно прикрутить к внешней стороне сюда, например. И поставить его, к примеру, на ножку. Он будет в таком положении стоять. Здесь SSD-шка, там или жесткий диск, к примеру. Он потолще получается. И таким образом у вас будет все прикреплено. Так, по внутренностям я показывал, в принципе, более подробно все в видеораспаковке. Не знаю, стоит ли показывать еще раз. То есть здесь стоит оперативная память 8 ГБ DDR4. Здесь стоит хороший Wi-Fi модуль. Сами смотрите, какой. Здесь стоит встроенная память 128 ГБ. Довольно неплохая, кстати. Здесь разъемы под подключение того же SSD, например, там или жесткого диска SATA. Здесь питание, здесь к материнской плате. Еще один разъем для подключения. Там все снизу указано, читайте, на материнке. И с этой стороны еще подключить можно какой-нибудь вентилятор. То есть фан, как видите, фан CPU указано для кулера. Сам процессор находится с другой стороны. Он сразу же прилеплен к самому корпусу, который охлаждает этот процессор. Снимать мне его как-то не хочется. Он нормально там прикреплен. Хорошо держится. Хорошо охлаждает. Не вижу смысла переделывать все, если все хорошо работает. Оперативку сюда можно поставить до 32 ГБ. То есть можно накопить ее побольше. SSD M.2.0 поставить, к примеру, еще больше, к примеру, тоже заменить. То есть это все меняется, все вынимается, все заменяется. Довольно все удобно сделано. Ладно, давайте, наверное, подключим его к телевизору. В моем случае я подключу к телевизору. Вы же можете подключать к монитору. И покажу, как он работает. А в конце подведем итоги. Итак, загрузился наш Windows. Загружается он довольно быстро. Сейчас, кстати, он загрузился автоматически в Full HD разрешение. Потому что у меня подключена карта видеозахвата. И автоматически она, получается, передала Full HD разрешение. Хотя я ставлю на 720. Мне просто так более удобно. Там больше ярлычки, чтобы где-то дальше сесть. Например, где-то за диваном, например, можно было видеть, а не всматриваться, что конкретно там за ярлычок. Поэтому я, наверное, сейчас верну обратно до 720. И потом посмотрим дальше, что себя представляет от Windows. Давайте сразу еще и подключим Wi-Fi. Как видим, у меня здесь множество сетей нашло. Давайте пока что найдем 2.4, подключим на 2.4 Гц. Вот, Wi-Fi подключился. Давайте, наверное, сразу пройдемся, что конкретно по свойствам компьютера. Компьютер у нас сразу идет уже с операционной системной, лицензионной операционной системной, которая сразу идет активированная. То есть не нужно никаких активаций там ставить. У вас уже все активировано идет. Windows 10 Pro версия профессиональная. 8 ГБ оперативной памяти. Процессор здесь стоит Intel Pentium 4405U. 2.10 ГГц, 2.11 ГГц, 2.11 ГГц, вполне неплохо, 64-битная система. Вот, дальше давайте покажу, наверное, по тестам. Ну, сразу по тестам сразу и перейдем. Вернул только что Wi-Fi ярлычок. Он где-то там загруженный у меня где-то в системе был. Давайте сразу запустим тест Wi-Fi. И посмотрим, что покажет этот тест на 2,4 ГГц. Как видите, скорость Wi-Fi на 2,4 ГГц очень-очень неплохая. То есть здесь практически та же, что у меня на максимум выдает. Это очень неплохо. Давайте еще переключимся на 5 ГГц Wi-Fi. Посмотрим, что покажет еще 5 ГГц. Хотя я не сомневаюсь, что покажет, но тем не менее. Переподключимся. Все переподключились. И заново просмотрим тест. Собственно, чего и стоило ожидать. Максимальный результат, то, что у меня обычно провайдеры выдают. Больше он не получается. Так что максимальный. С Wi-Fi здесь вообще никаких проблем нет. И, кстати, когда я скачиваю что-нибудь через торрент, к примеру, какую-нибудь игру или фильм, она у меня максимум показывает максимальный результат. Даже чуть больше, чем на компьютере. Или даже практически где-то так же само. То есть Wi-Fi передает точно такую же скорость, как и по кабелю. Это что очень понравилось. Потому что я компьютер свой стационарный подключаю конкретно по кабелю напрямую. И у меня получается максимум, что выдает, это там что-то 11 МБ в секунду при скачивании. Также здесь тоже самое выдает. 11 МБ в секунду. Что очень неплохо для Wi-Fi. Как 2.4, так и 5 ГГц. Также давайте проверим тест диска. Скорость диска. SSD-шки. Как видите, скорость установленной SSD-шки на этом компьютере очень-очень неплохая. То есть, можно сказать, даже чуть больше, чем средняя. Обычный результат. Она здесь одна. Как видите, 128 ГБ. Из них получается 118 ГБ. Потому что остальная, по-моему, на кластере идет Windows. У меня практически уже все занял. Там игрушки навстанавливал. То есть, все сюда поставил. Практически запомнил. Вот такая скорость. То есть, очень неплохо. Давайте еще, наверное, включим AIDA64. Посмотрим, что покажет еще тест AIDA. Так, с чего начать? С примера, давайте посмотрим. Компьютер. Компьютер. По датчикам сразу пройдемся. Посмотрим, что датчики покажут. Как видим, системная плата 28 градусов показывает. Центральный процессор 30 градусов. Как видите, процессор практически холодный, можно сказать. Потому что безвентиляторный. Это все-таки просто радиатор. Здесь установленный корпус. Он всего-то греется там до 30 с чем-то градусов. Я потом еще покажу при нагрузке. Может, еще посмотрим. После игры сразу же попробуем установить его температуру. Но, тем не менее, температура здесь очень низкая. Это очень нехорошо. Даже вентилятор никакого не нужно ставить. Дальше. Что здесь по компьютеру? Системная плата. Центральный процессор. Двухъядерный кортекс. Кортекс, говорю. Двухъядерный корт Intel Pentium 4405U. 2100 МГц. Skylight Q. 15-ти ваттный. Мощность его. В общем, сами смотрите. Я так покажу. Просто промотаю. Дальше. По графике. Поддержка. Что поддерживает, что не поддерживает. Смотрите сами. Дальше. По системной плате. Тип шины Doudar 4. Триал-версия. Эффективная частота 2133 МГц. Память свободно 6138 МБ. 18% загружено. SPD 64-битный. DDR4. По памяти более подробно. 8 ГБ. Одна планка. Кстати, максимально здесь, по-моему, 32 ГБ. Можно установить оперативной памяти. Что очень неплохо. Опять же. Можно поставить более увеличенную память. Дальше. Поддерживаемая память, как видим, DDR4. Так и 1133. Так и 1600. Так и 1866. Девять 133. То есть, такая более разогнанная память тоже сюда подойдет. Максимальный объем. Да, 32 ГБ. 14-нанометровый процесс. Тот-оперативка. Технологический процесс. Биос. Я чик. Epic. Ну, я думаю, вам понятно. Очень неплохо. Очень неплохо. Даже не знаю, что здесь еще показать. Ну, собственно, дальше уже как бы стандартно. Дальше. Что еще показать? Давайте еще включим браузер. У меня здесь уже множество вкладок включено. К примеру, давайте запустим какой-нибудь YouTube. И, к примеру, включим какой-нибудь ролик. Так, я звук поверну сразу. Чтобы не кричал. Так, проверим, что здесь, какое качество воспроизводят. Так, автоматически в 4К сразу пошло. Ну, давайте принудительно еще в 4К возьмем. Так, немножко притормаживает. В общем, показываю, как есть. Притормаживает. Не знаю, то ли это у меня какая-то проблема с сетью. То ли оно действительно так. Ну, в общем, показываю, как есть. Так что, чтобы знали. 4К. Ну, в принципе, у меня так же само показывало, какие я показываю для сына. Ну, давайте тогда еще возьмем Full HD. Вот, Full HD без проблем. Full HD отлично показывает. То есть, этот компьютер с Full HD отлично работает. 4К. Ну, попробуем еще с флешки поставить потом. Но с интернета, с YouTube, примерно, он 4К. Не сильно тянет. Ладно. Я думаю, понятно. Давайте дальше. Пока паузу нажмем. Дальше. Что еще можно поставить? К примеру, тот же Photoshop. Ну, я думаю, вы понимаете, что... Сделаем пока стандартный. Что можно работать... Без проблем в Photoshop. И в таких приложениях, как Office, кто тем более, там вообще все быстро. В принципе, все работает. Я думаю, можно поставить еще какой-то видеоредактор. Но будет, скорее всего, долго. Он, скорее всего, может какой-то рендер быть. Но он будет очень долго рендерить. Ну, и тем более, такие приложения, как Office, различные, без проблем работают. Можно что-то печатать. И тому подобное. Работать вполне нормально. Также Excel и тому подобное. А такие приложения вообще хорошо работают. Без всяких тормозов. Дальше. Ну, работать для работы, для учебы этот компьютер был бы в самый раз. Он даже игрушки сейчас попробуем включить. К примеру, давайте включим StarCraft. И вот, как вы видите, можно вполне играть в такую игру, как StarCraft 2. На вашем компьютере вот этом. Без проблем. То есть она ничего не тормозит. Она все отлично работает. Вот мы развиваемся. Когда-то любил эту игрушку. Очень неплохая игра. То есть вполне можно играть на этом компьютере такие игрушки. Конечно, это не игровая, хотел сказать, приставка. Это не игровой компьютер. Но, тем не менее, можно играть в такие игры, как StarCraft 2 и тому подобное. Даже чуть можно мощнее, по-моему, играть. Тоже без проблем. Но современные игрушки, такие, как сейчас, конечно, он не потянет. Это нужно покупать в разы. Очень много раз дороже компьютеры, чем этот. Пару тысяч долларов тратить на игровой компьютер. Я думаю, вам понятно. В принципе, компьютер вполне справляется. Давайте я покажу настройки, наверное, еще игры. По настройкам, что здесь стоит. Разрешение. Средние, высокие. Давайте графику, где там. Это и есть графика, да. По выбору. Высокие, высокие, высокие. То есть средне-высокие настройки. Практически очень неплохо. Это по умолчанию такие сразу стояли. То есть я ничего не менял. Качество текстуры высокое. Да. Очень неплохо. Ладно, выходим. Я думаю, понятно с игрой. А также на этом компьютере можно играть такие игрушки, как Лара Крофт и Топ Райдер. Это даже не самая последняя версия. Это 2016 года. Сейчас показываю вам. Это, по-моему, последняя еще часть этой серии. По-моему, последняя там 2018 года была. То есть даже такие игры, как 2016 года, еще вполне себе можно играть тоже. Я, правда, сейчас подключил не клавиатуру, а играю на пульту клавиатуре. То есть мне не совсем удобно. Но для того, чтобы показать, я думаю, вам будет достаточно, что игра играется. Не идеально, конечно, но вполне играбельно и даже неплохо. Можно сказать, ничего не тормозит такого особого. Сейчас еще покажу, наверное, настройки. На каких настройках это все играется. Что-то выйдет. Так, настройки. Где здесь посмотреть? По графике видим низкие, низкие, низкие. Но на низких настройках играть можно. Игра все-таки более-менее тяжелая для этого компьютера. Но играть можно. Так, давайте, наверное, выйдем, наверное, и в главное меню. И сразу посмотрим температуру. Переключимся на сразу AIDA 64, 48 градусов, как видим. То есть довольно себе неплохо холодный практически. Я не могу сказать, что он греется. Этот процессор до 70, по-моему, с чем-то градусов, его пределная температура. Но 48 это вполне себе очень неплохо. То есть такое ощущение, что он еще активным охлаждением греется. То есть сильно нагреть это еще нужно постараться. Так что процессор не перегреется, можно не переживать. Выходим. По поводу Игоря, я думаю, уже сами все видели и убедились, что этот процессор не перегревается. Его очень трудно нагреть. Давайте, наверное, еще покажу, как фильмы работают из флешки, к примеру. Ну пусть будет, давайте, тестовый ролик Гонконга. Перемотая немножко. То есть это тестовый ролик на плавность видео. Дальше, я думаю, еще покажем еще какой-то ролик, к примеру. Давайте включим Sony 3Luminos. То есть 4К видео здесь отлично все тянет. Без проблем. Давайте промотаем где-то на другие цвета. Ладно, 4К отлично работает. Ну, собственно, 4К вообще хорошо работает. То есть, я думаю, вам понятно, что 4К смотреть с компьютера вообще одно удовольствие будет. Я думаю, без проблем все тянет. Ну и еще хотел показать, как работает скачивание при торренте, к примеру. Я сейчас скачаю игрушку Top Rider. Скорость, как видите, 10,3 мегабайта в секунду. При моей-то скорости 100 мегабит. Это практически у меня компьютер, персональный компьютер выдает такую скорость при кабеле. А здесь по Wi-Fi получает такая скорость. То есть, практически до 10,9-11 даже иногда доходит эта скорость. Это очень хорошая скорость, я считаю, Wi-Fi. Практически максимум выдает отличный Wi-Fi здесь в этом компьютере. Так что проблем вообще никаких нет с Wi-Fi. Итак, давайте еще попробуем включить какой-нибудь фильм большого размера через торрент. То есть, то, что можно скачать какое-нибудь видео и воспроизвести его из конкретной флешки, точнее из жесткого диска или SSD-шки, то это по-любому может воспроизвести. А давайте попробуем онлайн воспроизвести, не скачивая его. При этом, ну, к примеру, терминатор. Он еще хорошего качества пока нет. Еще и ждем. Давайте, наверное, включим вот этот. К примеру, к примеру. Здесь 5 гигабайт фильм. Если размер побольше, давайте посмотрим. Так, размер 8 гигабайт. Full HD. Ну, я думаю... Ну, ладно, 8, думаю, достаточно. Хотя можно и больше. Ну, давайте так хотя бы. Открываем его через A-Stream. То есть, мне открывать не через торрент, как обычно, а через A-Stream. Так, эта рекламка запустилась. 8 потоков. Загрузка пошла. 7 потоков. Ну, загрузка довольно быстрая. Все, фильм загрузила. Извиняйте, буду замыливать, потому что YouTube не пропускает такие видео. Фильмы просто так показывать по YouTube нельзя. Ну, и, собственно, без проблем идет. Вполне можно смотреть какой-нибудь фильм, не скачивая при этом. То есть, не обязательно тратить деньги на жесткие диски, чтобы добавлять какие-нибудь фильмы и складывать их там в стопку, пока посмотришь. Можно просто сразу запустить онлайн. Хорошего качества. То есть, качество будет точно такое же, как и вы скачали. Только не скачивай. Ладно, я думаю, вам понятно. Все равно вы не видите. В принципе, качество картинки изумительное. Здесь Full HD разрешение. Так что, очень хорошая картинка. Ладно, выходим. И еще хотел бы сказать несколько слов про этот компьютер. Например, вы можете на этом компьютере как и играть, как я сказал, так и смотреть фильмы, так и смотреть YouTube, к примеру. Ну, в общем, все как обычно. И также, кроме этого, нестандартно его можно осмотреть как IP-телевидение. То есть, скачаете приложение такое IP-TV. Оно так и называется, в принципе, собственно, оно идет пустое. Вставляете туда плейлист и смотрите IP-телевидение. Также можно запускать вот такое приложение, как я вот скачал. Например, это тот же эмулятор Android. То есть, через него... Точнее, я уже запустил его. Через него оно просто запускается. Вот так вот выглядит таким образом. Хотя, может, выглядит немножко по-другому. Там просто в зависимости от версии этого приложения. И, собственно, вы можете также поставить свой Play Market. Я здесь просто не поставил аккаунт. Также скачивать приложение, как обычно, в том же Android смартфоне или планшете, к примеру, закроем пока что. Запускать игрушки через геймпад, потом играть. Также, ну, собственно, все, чем можно обычно пользоваться на том же смартфоне, планшете, вот, можете использовать здесь на компьютере. Установить АПК, удалить АПК. То есть, вы поняли, можно устанавливать те же приложения, как обычно, в том же смартфоне. Ну, я думаю, вы сами разберетесь. Просто нужно установить аккаунт свой и скачивать уже все, что хотите. Ну, например, сейчас есть из компьютера, к примеру, у меня здесь на флешке есть какой-то файл АПК. К примеру, выбираем нашу флешечку. Здесь, по-моему, она стоит. И здесь поставим, к примеру, приложение World of Tanks. Вот, устанавливается приложение World of Tanks. Установилось, как обычно. И, собственно, вы можете теперь его запускать, там вставлять свой аккаунт. Опять же, просто нужно аккаунт, потому что я не ввел аккаунт в игре. Ну, в общем, таким же способом, как обычно, вы устанавливаете на тот же смартфон планшет. Опять же, ищет аккаунт, потому что я аккаунт не ввел. Ладно, я думаю, вам понятно. Играть таким образом. Тем же геймпадом, опять же, Bluetooth здесь, к сожалению, нет в этом компьютере. Но можно использовать такой свисток, типа в виде флешки. И пользоваться таким способом. Я потом покажу сейчас, после видео. Ну, я думаю, вы разберетесь. Ладно, выходим тогда с этого. Ну, и также мы зашли в системное меню BIOS. Я сейчас просто пройдусь по пунктам, покажу, как оно выглядит, что себя представляет эта системная менюшка BIOS. А вы себя просто посмотрите без комментариев собых. Спасибо. 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 Ну, вот, как видите сами. Д oikeа неплохой функциональный BIOS. Очень неплохой. Ладно, выходим. итак подведем итоги я думаю вы сами все видели на телевизоре конкретно что он себя представляет лично мое мнение это просто отличное вложение денег в очень неплохое качество ссылку где я его покупал конечно оставлю под видео сами сможете посмотреть актуальную цену сколько она сейчас стоит я выбрал себе минимальную конфигурацию этого мини ПК вы же себе можете выбрать что-то более мощнее хотелось бы чтобы здесь еще был встроенный блютуз но тем не менее это все решаемо например подключаю вот такой вот свисточек в блютуз адаптер такой вот и сразу у вас появляется в компьютере блютуз то есть это все не проблема можно подключать те же беспроводные наушники и тому подобное колоночка какой нибудь геймпады я к примеру подключаю вот такой геймпад и даже без блютуза то есть он подключается просто через вот такой свисток и можно играть даже через такой геймпад не имея блютуза на компьютере геймпад кстати очень неплохой Могу дать ссылочку, если кому интересно Здесь подстраивается подсветочка Кнопочек Здесь подстраиваются вибромоторчики То есть вибрирует этот джойстик Очень интересно, то есть что-то похожее Есть несколько режимов подключения Как к компьютеру, так и к ТВ-боксам В общем, очень неплохой геймпад Сам мини-ПК справляется с огромным количеством задач Которые я ему ставил То есть для работы, для учебы этот мини-ПК Отличное просто решение Даже можно поиграть в какие-нибудь игрушки на досуге Конечно, этот компьютер не для современных игр Для современных игр покупайте Компьютеры 1000 за 2, к примеру, долларов Как минимум за 1000, то и то Это, думаю, будет не очень хорошее решение А для работы или учебы этого вполне достаточно К примеру, главное преимущество этого мини-ПК Это то, что он бесшумный полностью Он вообще не шумит Он компактный Его можно спрятать за телевизор Его можно спрятать за монитор Ну, в общем, смотря к чему вы подключаете Его можно просто поставить на подставочку Все равно он будет занимать гораздо меньше места Чем обычный стандартный стационарный компьютер Так что это очень большой плюс К тому же, как вы видели, Wi-Fi здесь работает просто шикарно Можно даже не тянуть кабеля к нему конкретно Подключать интернет по кабелю Можно пользоваться вполне себе Wi-Fi Его здесь вполне хватает Опять же, я показал его работу на минимальной конфигурации этого мини-ПК Вы же себе, к примеру, можете купить с более серьезной конфигурацией С более мощным процессором, который может тянуть гораздо лучше даже игры Гораздо больше всяких программ и тому подобное То есть, например, i7, Intel i7, к примеру, какой-нибудь Все равно это будет даже дешевле, чем тратить деньги на большой компьютер стационарный Который у вас будет только занимать место и собирать пыль Есть также такие модельки игровые Кому интересно, могу тоже ссылочки добавить под видео Со мной сможете посмотреть Они небольшие, занимают мало места И вполне себе справляются с игрушками неплохо тоже В общем, решайте себе сами, какой вам будет лучше Ссылочку, где я их покупал, я оставил под видео Я надеюсь, это видео было кому-то полезным На этом будем прощаться, до скорой встречи, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok